В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Наталья Двойцина. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло на выходные дни перевел все аварийные бригады в режим повышенной готовности. Информация прозвучала в пятницу на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧАЭС. Как сообщает Севастополя Энерго, минувшие сутки лимит городу не вводился, свет не отключали. Сергей Миняйло потребовал от водоканала разработать подробный график потребления воды из Чернореченского водохранилища, чтобы в преддверии курортного сезона спрогнозировать расход. На линии в пятницу 85 троллейбусов. 9 мая общественный транспорт будет ходить до полуночи. Праздничный концерт продлится ориентировочно до 23 часов 30 минут. Или до 24, или до пол первого, или до часу. Перегрейте с перевозчиками. Святой праздник у нас. День Победы. Предусмотрите дополнительные маршруты. Сегодня это отработать и довести до людей. У нас начинается финишная прямая по подготовке и проведению праздников, по подготовке и празднования 9 мая. Я попрошу всех более ответственно подойти к исполнению своих служебных обязанностей и более оперативно реагировать на соответствующие наводные. Все службы должны быть в повышенной готовности. Три газовых котла установили в четверг в домах многодетных семей, проживающих в поселке Кача. Севастопольгаз выполнил поручение полномочного представителя президента России в Крыму Олега Белавенцева и губернатора Севастополя Сергея Миняйла. На газификацию и монтаж оборудования ушло чуть больше месяца. Теперь семьям не нужно закупать дрова на зиму и платить огромные деньги за обогрев жилья. Их историю со счастливым финалом вспоминает Анастасия Шульга. В конце марта многодетная мать Любовь Каракуц мечтала о том, чтобы в ее дом провели газ. Об этом она рассказала на приеме по личным вопросам у полномочного представителя президента России в Крыму Олега Белавенцева. В этой семье 16 детей, четверо родных и 12 приемных. Один из сыновей пошел по стопам матери, у него 8 деток. Обе семьи живут в поселке Кача и без голубого топлива, что называется, еле-еле сводили концы с концами. Дома обогревали электричеством, а еду готовили на газе баллоном. Тогда же полпред дал поручение решить проблему в максимально сжатые сроки. Обе семьи оказались на особом учете у Олега Белавенцева. Уже сейчас жизнь без газификации в этих домах осталась в прошлом. В апреле здание подключили к газопроводу, а 5 мая установили газовые котлы. Мы попали на прием, удивительно, что как бы мы не ожидали, что это будет Белавенцева Олега Евгеньевича. Как бы обратил такой у нас теплый был прием, внимание обратил к нам. И буквально вот после его беседы он дал всем структурам города такое задание расследовать это вот как бы дело, потому что на самом деле как бы нет препятствий к тому, чтобы нам газифицировать. У нас газ идет по меже нашего дома, участка. И вот, слава богу, это очень быстро так бы отреагировали структуры все власти. И губернатор особенно проявил заботу о нашей семье. И очень короткие сроки нам провели газ. Саму газификацию провели быстро и качественно. На кухне установили сигнализаторы. Приборы подадут сигнал в случае утечки голубого топлива или появления угарного газа. А с установкой котлов в домах появилась горячая вода. 29 марта у нас был личный прием граждан полномочным представителям президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе. Этот прием проводится по поручению президента. И соответственно на этом приеме была принята Каракутс Любовь Николаевна, мать героини. И по итогам личного приема полномочным представителям было дано поручение правительству города. Правительство очень оперативно отреагировало на данные поручения. И в ближайшие, так скажем, несколько недель уже основные работы были завершены. И вот сегодня мы присутствуем на окончательном этапе, когда уже запущены три котла, и семья может наслаждаться благами цивилизации. Понимаю, что хорошая, надежная семья, особенно такая уникальная семья, как семья Каракутс, это основа общества, основа государства. Нужно оказывать внимание, помощь. Мы откликнулись на поручение губернатора и просьбу семьи. Установили им три газовых котла с системой отопления подогревом воды. Что такое счастье в этой семье, знают наверняка. Это поддержка родных и близких, совместный труд и желание двигаться к цели сообща. А еще счастье для них – это уверенность в том, что в трудную минуту посильную помощь всегда предоставит власть. Такие, как семья Каракутс, многодетные, в городе всегда на особым счету. И финал их историй всегда стараются сделать счастливым. Анастасия Шульга, Александр Листопад, информационный канал «Севастополя». Сквер Героев Советского Союза предстанет перед горожанами в обновленном виде. Сотрудники футбольного клуба «Севастополь» и активисты своими силами наводят порядок в некогда прекрасном месте. О том, как будет выглядеть сквер, в следующем сюжете. Игроки и болельщики футбольного клуба «Севастополь» вышли облагораживать сквер Героев Советского Союза. Работы по восстановлению требуют много усилий, однако трудности их не пугают. Каждый хочет нести свою лепту в благоустройство памятного места. Я, как активный болельщик «Севастопольского клуба», примерно лет 8 я болею уже за команду, всегда хотелось бы, чтобы этот парк был перед стадионом, всегда, когда заходишь сюда, чтобы здесь было приятно. Чтобы здесь стояли скамеечки, всегда цветы свежие росли. Ну, вообще, чтобы здесь было более-менее все облагорожено. Мы должны помнить свое прошлое, все любим свой город. Мы должны содержать наш город-красавец в чистоте и приводим в порядок сквер Героев Советского Союза. Сквер, который примыкает к нашему стадиону, очень красивый, хотелось его облагородить, оккультурить, убрать и, конечно, посадить цветы, деревья. 32 героя защитника Севастополя открыли сквер 8 мая 1964 года. Прошли годы, и памятное место оказалось в плачевном состоянии. Исчезла цветочная клумба на центральной аллее, пропали скамейки, а 6 деревьев из 32 не дожили до наших дней. Неравнодушные жители города обратились к губернатору Севастополя с просьбой облагородить сквер. Сергей Миняйло поддержал инициативу и попросил руководство футбольного клуба «Севастополь» провести работы по восстановлению. Я малым мальчишке сюда ходил, и помню, когда здесь таблички стояли. Это дерево, эту катальпу посадил герой Советского Союза такой-то. Оно все пришло как без времени, оно не нужно никому в итоге стало. Поэтому с подачи, можно сказать, футбольного клуба, по просьбе Сергея Ивановича решили навести вот здесь порядок. На сегодняшний день выполнена большая часть работ. Убран мусор, покрашены бордюры, высажены цветы. Заключительный этап реконструкции пройдет 7 мая. Здесь установят скамейки, откроют мемориальную доску в виде книги, а ветераны и ученики школ примут участие в посадке деревьев. Естественно, мы будем заниматься и в дальнейшем благоустройством. К 7 мая мы установим здесь скамейки. Планируется сооружение небольших детских городков. Для того, чтобы память жила не просто, скажем, в виде этой аллеи, а для того, чтобы сквер получил вторую жизнь. Сквер Героев Советского Союза готов встретить севастопольцев в новом виде. Насколько чистым и аккуратным он останется в дальнейшем, зависит целиком от жителей нашего города. Как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Арсений Ковалевский, Александр Тимофеев, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Путь чемпиона в спортивном комплексе «Мусон» – мастер-класс по тайскому боксу провел известный спортсмен Артем Лев Левин. Многократный чемпион мира и Европы среди любителей и профессионалов. Заслуженный мастер спорта России рассказал о коронных ударах, методах подготовки к боям и секретах своей техники. Как стать чемпионом, узнала и наша съемочная группа. В спортивном комплексе «Мусон» каждый начинающий спортсмен мог почувствовать себя настоящей звездой мировых соревнований. Ведь сегодня вместе с ними на тренировке настоящая легенда тайского бокса, чемпион мира и России по кикбоксингу и тайскому боксу Артем Левин. Поставить удару, научиться тонкостям техники севастопольские спортсмены могли на протяжении трехчасового мастер-класса. Удары локтями и коленями, силовые приемы, клинч в ворота и скрутки. Тайский бокс – один из самых жестоких и одновременно зрелищных видов спорта среди контактных единоборств. В Севастополе этот вид боевых искусств набирает все большую популярность. 5 мая в рамках всероссийского тура под чемпиона своим опытом с крымскими спортсменами поделился один из самых титулованных отечественных тайских боксеров Артем Лев-Левин. Я вижу очень много присутствующих молодых ребят, для которых мастер-класс – это в первую очередь событие. То есть они хотят поприсутствовать, зарядиться положительной энергией, чтобы стимулом на дальнейшие победы услышать, может быть, для себя что-то новое. Моя задача, чтобы после мастер-класса у людей будут маленькие дети, которые пришли, или уже состоявшиеся спортсмены, горели глаза после мастер-класса, и чтобы у них было желание заниматься дальше. Легкая разминка и разогрев, а дальше – отработка ударов и оттачивание техники. На мастер-классе – насыщенная трехчасовая программа, в ходе которой чемпион показал основную ударную технику тайского бокса, виды скруток и элементы работы в клинче. Всех участников мастер-класса разбили на пары, где они под руководством гостя отрабатывали различные приемы. Для многих севастопольских тайбоксеров Артем Левин – кумир и образец для подражания. Для некоторых – тренированный и опасный боец, будущий соперник на ринге. Я давно уже хотел увидеть Артема Левина, давно хотел попасть на него, на его семинары. Я очень рад этому. То, что он прилетел в Севастополь, он, как его позвали, это для нас честь, за то, что он прилетел сюда. Потому что он не во всякий город сможет прилететь, а так он делает тур и прилетел в Севастополь. Это для нас вообще самое лучшее, что может быть. Это лучший боксер России по тайскому боксу. Я хочу быть похож на него. Мастер-класс на высшем уровне. Благодаря Артему Левину крымские ребята могут освоить технику тайского бокса хорошую. Артем Левин считается очень известным бойцом в профессиональном ринге, и также в любительском. Благодаря ему, вот этим сборам, семинарам, люди могут подготовиться нормально. У него техника очень хорошая. Я с Артемом Левиным встречался уже два раза на любительской арене. Мы драли с ним в Бусане. Это Корея, чемпионат мира был. Выход за полуфинал. Я, правда, ему проиграл. Это был еще боец неопытный. В Севастополь титулованный спортсмен приехал по приглашению представителей Севастопольской Федерации тайского бокса. Организаторы встречи рассказывают, подобные сборы – очередной шаг к развитию этого вида спорта в Крыму. Ведь впереди у севастопольских спортсменов подготовка к Кубку Крыма и участие во всероссийских соревнованиях. Я как тренер, я считаю, что спортсмен растет при помощи трех вещей. Это сами тренировки, это сборы и это соревнования. Вот такие вещи, как сборы, такие приглашения звезд. Я думаю, кто-то для себя что-то возьмет чуть-чуть, уже хорошо. По окончанию тренировки каждый участник мастер-класса мог пообщаться с гостем и задать ему вопрос. На самый популярный «Как стать чемпионом?» Артем Левин отвечает. Главное – мечтать. Алевтина Игнатьева, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. И это была последняя информация выпуска. До встречи в 15 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова